Ну, эта дата, безусловно, является трагедией. Она была совершена вопреки этой даты трагической. Она была... Это подписание вопреки воле народов. Никто не уполномачивал этих людей, Ельцина, Кравчука и Ишушкевича, распоряжаться судьбами десятками миллионов таким образом. Они это сделали, не обсудив это с другими главами бывших советских республик, на тот момент еще не бывших пока. И сделали это, чтобы не допустить Горбачеву создать союзное государство, подписав союзный договор. Это делалось, естественно, при поддержке Запада, который тоже не хотел возрождения Советского Союза, или сильной евразийской державы, который, конечно, хотел вести по одиночке дела с новыми элитами, бывшими советскими и КГБшными, и партийными элитами новых государств. И поэтому действовал, исходя из разделяя и властва. Поэтому Запад, несмотря на то, что до этого Горбачеву вручали Нобелевские премии, всячески привечали, плюнул ему в лицо и быстренько признал Беловежские соглашения как реальность. Хотя никакой реальности они, естественно, не были. Можно было бы разойтись точно так же, без войны, без конфликтов, обсудив все, что можно обсудить. Вот Донецкая и Крымская война – это последствия Головежских соглашений. Если бы эти переговоры тянулись год, два, три, если бы на них обсуждались нюансы, параметры, думали, что оставить, что развести, то я думаю, что можно было бы избежать многих конфликтов и многой крови. Просто как бы решили, бумажка подписана, и все, дело сделано.